Истина открывается, когда смотришь на совершенные вещи. Смотри, как просто. Заходи на Вотшоп, авторизуйся, закинь немного деньжат, крутани рулеточку и получи свой танк. Вотшоп, заходи и играй. Вотшоп, и друзей приглашай. Лучше, чем ВВП покупать. ИС-6 прямо здесь свой забрать. Заходи скорее. Скидка 30% действует ровно день. Ссылка в описании. Всем привет, друзья. С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на танке АМХ СДС. Бой произошел на карте ТОП. И в начале боя игрок решает прочекать центр. Всегда какие-нибудь светляки или еще кто-нибудь шустрый старается занять центр и тем самым подставляется. И вот как раз получилось продамажить Т49. Светится тут, кроме того, Е25. Не получается по светляку попасть. Тут сливают ТВП. Вообще непонятно, зачем он туда вниз свалился. Получилось пробить Е25. Но далее АМХ разворачивается и уже прекращает контролить этих врагов. Потому что отсюда видно тяжелые танки в квадрате J2 примерно. И можно по ним безопасно стрелять. Это довольно хорошее место. Я рекомендую вам его иногда занимать на каких-нибудь не особо бронированных танках. Так как тут вы можете обстреливать врагов. При этом они скорее всего даже не будут вас видеть. Ну потому что расстояние все-таки значительное. Да и кустов тут разнообразных очень много. Я частенько на каком-нибудь FCM сюда встаю. Ну и так же как игрок настреливаю урон. Как вы можете видеть, противники тут стоят к тому же бортом по отношению к нашему французу. И тем самым еще больше подставляются. Многие даже и не знают, что это место простреливается замечательно. И стоит отметить, что в этом бою будет нафармировано много серебра. Игрок почти не будет использовать подкалиберные снаряды. Может быть вообще не будет, я уж точно не помню. Но в целом фарма будет очень много. Ну и как вы можете видеть, эта позиция оправдывает себя на 100%. И наш герой уже почти 3000 урона отсюда настрелял. Это замечательный результат, учитывая, что сам он никаких повреждений не получил. Получилось тут уничтожить 34-ку. И далее наш герой направляется туда на помощь. Но в принципе врагов там уже не так много осталось. И может быть союзники сами бы уже исправились. К тому же остался тут 1 из 3. Но почему бы еще немножечко домашки тут не подукрасить. Получается пробить из 3. И союзник его добирает. Кажется, что у вражеской команды огромное преимущество. Но все может быстро поменяться. И АМХ-CDC совершенно, в общем-то, не боясь ничего, едет в атаку на вражескую территорию. Тут засвечивается ПТ-САУ, Як-Пантера. Но игрок решает по ней пока что не стрелять. Заряжает он фугаса, так как у противника есть 2 вафли 8 и 9 уровня. И вот как раз Борщ тут засветился. Получилось его пробить фугасом. Фугасы весьма эффективны. Против вот этих вот ПТ-САУ картонных немецких вафельных. Которые просто лопаются от фугасов. Так что всем рекомендую почаще заряжать фугасы. И стрелять по этим ПТ-САУ. Тем самым вы будете не только наносить чудовищные повреждения таким врагам. Но еще и будете критовать врагов. Единственное, что даже вафлю в нашей игре фугасом нужно тоже немножечко выцелить. Один раз урон не прошел по ней. Сзади засвечивается вафентрагер ПЗ-4. Противник подъезжает ближе. Конечно, это враг очень опасный, так как у него чрезвычайно мощные орудия. Тут еще и Штурер и Мил. Вафля в очередной раз уже второе промазала. И это хорошо, потому что наш герой пользуется этим моментом и начинает разбирать Штурер и Мил. Противник тоже попасть не может. Он просто огромный по размеру. И его тут легко можно выцеливать в рубку. И он толком ничего сделать не может. В итоге АМХ-CDC его добивает. И едет сюда вафентрагер ПЗ-4. Наконец-таки противник попадает. Но не то, чтобы я очень этого хотел. Но довольно странно, что он столько раз смазал. И сейчас хорошо было бы применить фугасы. Но, к сожалению, они закончились. Противник едет в атаку, выезжает. И каким-то образом попадает в гуслю. И тем самым не наносит никакого урона. И только обездвиживает нашего героя на некоторое время. Тут он все-таки пробивает. Ломает БК. Но игрок все-таки добивает противника. Выкатывается тут ЛТТБ. Противник, кстати, на легком танке мог просто остановиться сейчас. И приседаться. И аккуратно уничтожить. CDC. Но не судьба, видимо. Остался последний враг на КВ-3. Противник может быть где-то сейчас в районе базы. А может быть и до сих пор он там стоит. В том месте, где последний рассветился на мини-карте. Ну, точно непонятно. Решает CDC проверить ближе свою базу. И может быть там получится КВ-3 засветить и разобрать. Конечно, подставляться под него нельзя. Потому что если сейчас игрок сольется, то не факт, что две арты и светляк затащат. Светляк там уже АФК. Судя по всему, там стоит на базе. Не шевелится. Пока что КВ-3 тут не видно. И решает игрок объехать с этого фланга. Арта тоже едет в атаку. И, в принципе, опасно вот так вот ехать в никуда. Ну, конечно, КВ-3 танк довольно-таки слепой. Но можно его встретить сейчас где угодно. И вот арта одна нарвалась на КВ-3. И он ее забрал. АМХ CDC едет в то место, где можно будет простреливать и засветить КВ-3. И вот он появляется. Получается дать плюху противнику. И еще один выстрел оказался нерезультативным. Ну, тут плохо видно КВ-3. Поэтому игрок решает объехать с этой стороны. Но это особо и не требуется. Так как Лорейн забирает противника. Итак, поддержка. Основной калибр. 7168 урона. И довольно-таки неплохой фарм. 144 тысячи. 3051 опыт игрок получил. На этом все, друзья. Не забывайте ставить лайки. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok